А в селах Кустанайской области не хватает врачей, учителей и работников сельского хозяйства. Сократить дефицит кадров в регионе пытаются с помощью госпрограммы с дипломом в село. И участниками стали свыше 4000 выпускников вузов. Все они получили стартовые подъемные и деньги на приобретение жилья. Но некоторые специалисты нарушили условия договора и не отработали положенные три года. Почему это происходит, выяснял Артем Грапов. Девушка, которая по определенным причинам скрывает свою внешность и имя, до недавнего времени была участницей госпрограммы с дипломом в село. По образованию она учитель начальных классов. Получила всю положенную поддержку, но так и не свыклась с сельской жизнью. Поначалу все было хорошо, потом со временем мне стало трудно, потому что мне, как девушке, которая все время прожила в городе, сельский быт не по силам. Поэтому мне пришлось оставить работу и уехать. Наша героиня готова вернуть бюджетные деньги, но постепенно. Она не первая, кто нарушает условия госпрограммы проработать не менее трех лет в сельской местности. Только в одном Карасузском районе подобным образом поступили 12 специалистов. И большинство из них – учителя. Не горят желанием работать в селах и молодые медработники. В том году посылали два парня, они были, но один из них один день посидел на рабочем месте, на второй день он уже не вышел. И приезжал со скорой помощью из города, фельдшер. Но он все расспросил, какая работа, что делать, нужно все. И ему, видать, не понравилось. А вот в Жамбылском сельском округе острый дефицит рабочих кадров. Нужны механизаторы, трактористы, сварщики, электрики и водители большегрузных машин. Потенциальных кандидатов стимулируют как могут. Предлагают высокую зарплату и жилье не помогает. Молодежь неохотно идет на эти профессии. Они для себя считают эту профессию непрестижной. Имиджа слабы этой профессии. С точки зрения подходить надо, чтобы эту профессию мы должны продвигать, пиарить, призывать молодежь. Но одних призывов мало. В областном управлении по вопросам молодежной политики считают, что программу с дипломом в село нужно доработать. На сегодняшний день 1500 МРП. Это порядка 3 миллионов 607 тысяч тенге на приобретение жилья или на строительство. Мы сделали предложение поднять эту сумму до 1700 МРП. Эта сумма будет соответствовать примерно 4 миллиона 88 тысяч тенге. Но уже более вероятность того, что они могут приобрести либо построить население. Государственную программу с дипломом в село уже начали менять. Сумму подъемных должны увеличить еще на 75 тысяч тенге. Проблему дефицита кадров в сельской местности в регионе решить пытаются и своими силами. В прошлом году было выделено 200 грантов на обучение. Половину отдали тем, кто поступил на медицинские специальности.